И всем привет, с вами Хосту Зат Хост, и это лосплей по Майнкрафту Выживание на Сравнение, в котором я буду проходить Майнкрафт на двух разных версиях, новейшие 1.15 и старые 1.5.2. А зачем? Да чтобы узнать, как же сильно повелели обновления Майнкрафта за несколько лет на его обычное прохождение. То есть, я себе создам хорошую экипировку, построю дом, открыл портал в ад и в конце сражу эндер дракона. Ну что, погнали! Появился я в тайге, поэтому сначала буду довольствоваться иловой древесиной, потом немного по путешествию в поисках места для дома. Но сейчас не об этом. Когда я уже нарубил достаточно дров, то увидел кучу сувеней и решил немного срократить их популяцию. Сделав это, я заметил пещеру, в которой стоят два скелета и крипер, и сразу понял, что это мой шанс выбить пластинку. Но вместо того, чтобы стрелять в меня, скелеты начали перестрелку, и во время её ко мне уже подобралось два крипера, и один взорвался. Но, к моему счастью, второй выжил, и его пристрелил оставшийся в одиночестве скелет. Миссия выполнена, пластинка получена. Осталось только её забрать, что я и сделал. Выйдя наружу с этим трофеем, я понял, что пора уже накопать себе ресурсов, и вновь удача. Прямо передо мной был разлом в земле. Спустившись в него, я скраптил себе печь, и стал добывать ресурсы, которые там были. А это было железо и уголь. И прямо на поверхности. Вот это я понимаю, удачный заход. Пройдя немного внутрь, в одном из коридоров, я увидел крипера. Но мне не удалось его убить, и он взрывался, не нанеся мне никакого урона. А в воронке от взрыва ничего интересного я не обнаружил. И пошёл уже добывать всё, что видел. Начал с угля. Но случайно шагнув вперёд, я свалился на уровень ниже. Надо быть осторожнее. А увидев, сколько у меня осталось здоровья, и сколько голода, я решил пожарить свинину, раз есть уголь. И между делом, сделал каменную кирку, и добывав немного железа, скраптил уже железную. Но наступала ночь, и я немного подготовился, сделав каменный меч. Почти сразу же, я приглянулся к какому-то зомби, но я дал ему отпор. Но отхода подальше, решил перебраться с поверхности в пещеру, и поставив факела, стал копать руду. Но пещера оказалась тупиковой, и я решил пойти в другую. Но всё бы было хорошо, если не одно но. Я сводился в яму, которую не заметил, потому что она была всего в один блок. Какова была вероятность того, что я в неё упаду? А всё так хорошо начиналось. Намедить было нельзя. Я решил туда упасть ещё раз, но приземиться на воду. И возможно, что-то спасти. И в итоге получилось только хуже. Пластинка Рип. Но я понял, что нет худа без добра, ведь в разломе было так много руды, что оно купит все мои потери и делает прохождение легче. На этот раз я исполнился с киркой и блоками, и только спустившись, увидел изумруд. Прямо над источником лавы. Но мне очень мешала вода, и я сделал маленькую платформу из камня. Но в тот же момент прямо передо мной упал Крипер, а слева стал стрелять скелет. Но его стрелы летели недалеко, и я немного отойдя, оказался в безопасности, а осталось только расправиться с Крипером. И мне удалось его взорвать, без вреда себе. Но платформу надо будет строить опять. И чтобы мне было из чего её строить, я пошёл добывать камень. И выйдя из пещеры с небольшим количеством камня, собрал ранее добытый редстоун. Потом, для своей же безопасности, закрыл границу разлитой лужи камня. А затем, по образовавшейся дорожке, подошёл к лазуриту и добыл его. Дальше, сделал факела, а в пещере накопал немного железа и угля. И, конечно, переплавил всю руду. Но, как обычно, ко мне в это же время подполз паук. Но я киркой, и со словами «Хочешь, бан?» убил его. А нить, выпавшая из него, к сожалению, утонула в лаве. Да, вот он мой уровень везения. Но, тем временем, у меня переплавилось достаточное количество железа, чтобы сделать ведро и убрать лужу воды, так мешавшей мне. Но для начала, я должен был добраться до источника. И сделал это очень глупо, ставя под себя блоки булыжника. И, к сожалению, первый столб я не закончил, так как у меня кончился камень. Зато я увидел золотую руду. А со второго раза я достроил столб и избавился от надоедливой лужи. Но, по глупости, решил спуститься, ломая под собой камень, а не прыгнув, и разлив ведро воды под собой. И эта ошибка мне очень дорогого стоила. И на меня обратили внимание два крипера, и один из них взорвался, убив другого. Но тут же из пещеры вышел скелет, и я был вынужден спрыгнуть, потеряв еще единицы здоровья. Я понял, что восстановить мне его нечем. И я стал метаться в поисках решения этой проблемы. И вдруг, сзади меня упал зомби, и я смог снести мне еще полтора сердечка. Вот теперь это по-настоящему выживание, борьба за жизнь. Зомби я убил ведром, и закрылся в пещере, из которой мне будто тонень с таркой из плена предстояло выйти. И на все у меня осталось три минуты с лишним. Сперва я в отчаянии съел гнилую плоть, но получил голод. Но это, однако, восстановило мне сытость хоть на немного. А заглянув в инвентарь, я понял, что у меня дерево только на одну кирку, и сделал железную. Но копать я и камень не стал, так как у меня возникла идея перебраться вверх с помощью стекающей сверху воды. Но тот источник спереди меня располагался слишком низко, и я, спустившись, решил добыть немного камня. Но не заметил время, а тогда проходили последние 30 секунд. Лучше бы я не стал копать этот камень. Но так как я это сделал, из одного блока совершенно неожиданно выскочило с десяток чешуйниц. И они на последней секунде поставили точку во всех моих достижениях. Мне придется все начать сначала. Ну что, ролик подошел к концу, и подведем итоги. Это самое неудачное начало за всю мою жизнь. Я так ничего и не сделал по факту для продвижения вперед. Но как же будет в новой версии, вы узнаете в следующем видео. А если вам понравилось это, поставь лайк. И если понравилось еще больше, подпишитесь. И не забудьте поставить колокольчик. Так вы быстрее остальных узнаете о выходе новой серии. И может быть ты будешь первым, кто ее посмотрел. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока.